Как говорит сама Алла Егоровна, пишет она с раннего детства. Юному таланту всегда не хватало общения с единомышленниками. Поэтому, став сотрудником детской библиотеки, она решила создать юношеский литературный клуб. Творческим ребятам здесь более чем комфортно. Они вместе пишут, читают, рассказывают свои стихи. Члены клуба «Мысль», к тому же ее главные критики, которые в своем руководителе находят лишь достоинство. Алла Егоровна, она очень разносторонний человек, многогранный. С ней очень приятно общаться. Она очень много знает, у нее широкий кругозор. Она очень многому нам рассказывает. Рассказала мне такие вещи, которые мне интересны, но я просто не знала, где о них можно узнать. Алла Мартиросян всю жизнь писала стихи. А вот писателем года стала благодаря своему первому прозаическому произведению в жизни. Номинированный на национальную премию рассказ «Умирая, надо верить в жизнь» похож на мистику, но утверждает автор, основан на реальных событиях. Как говорят прочитавшие рассказ, это довольно интересный симбиоз потустороннего мира и реальной жизни. Здесь философия, фантазия, жизнеутверждающая реальность. Кстати, за всю свою творческую жизнь Алла Мартиросян выпустила лишь один сборник. Сама премия заключается в том, что Союз российских писателей издаст книгу «Мои труды», которые только в интернет-ресурсах, они сейчас появятся в книге и книга появится на прилавках. О звании писатель года Алла Егоровна и не мечтала, просто занималась любимым делом и хотела, чтобы ее труды читали единомышленники. Такую высокую премию считает авансом, а поэтому писать обещает много и интересно, а еще научить этому же своих воспитанников.